Пешеходный мост в селе Новая Тараба уже давно в статусе пенсионера. Переправе, соединяющей улицу с основной частью села больше 60 лет. На ее ветхость и опасность жители неоднократно жаловались местным властям. – Страшно, трясутся все руки и ноги. И так-то трясутся, Господи. – Нереально по такому мосту ходить? – Нереально. Вы что? Вот так думаешь, сейчас оборвутся, а я плавать не умею, я как топор плаваю. Понесут гроб, упадет нафиг, все, я утону. Не схоронят могилу, а я в речке буду. – В последнее время уже невозможно было по нему ходить. В этом году у нас несколько детей идут в школу. Вот так вот наступит ребенок на эту доску. И потом родителям, да, родителям потом горе будет. На прошлой неделе после публикации в СМИ на ветхую конструкцию власти наконец обратили внимание. Ее стали в спешном порядке разбирать. – У нас, оказывается, начали строить мост. Ломать, вернее, не строить. От моста остались лишь рожки до ножки. Сходить за продуктами в магазин, посетить врача, проводить ребенка в школу. Десятки семей с улицы Заречной больше не могут. А со строительством нового моста власти не торопятся. – Мы обращались в администрацию, накричали и все, сказали, решаем. Я говорю, а как мы должны ходить? Я говорю, нам продукты надо будет покупать. Их не волнует. – Мы его уже разобрали, вот это покрытие. Сейчас заказали пиломатериал для восстановления. И фундаментные блоки для того, чтобы можно было опоры там поменять. Извините, второй текст. – Угу, угу. – Уточнить точные сроки по строительству моста у замглавы не получилось. На звонки он больше не отвечал. – Пока решается вопрос о строительстве основного моста, людям дали временный. Вот как он выглядит. Идти до него жителям улицы Заречная минут 15. Вроде бы немного, но что такое 15 минут для бабушек и дедушек, которые и так еле передвигаются? – Там болото во-первых. Если дождь пройдет, там не пройдешь. Особенно мне. И если там все заросло, и я запутаюсь, где-нибудь упаду. – Нам придется ребятишек пораньше будить и идти в такую даль. А если в грязь? Там же болото. И с ребятишками в такую даль ходить в школу. – На носу день знаний, а значит детям придется добираться до школы по пустырю и через болото. Успеют ли построить новый мост к сентябрю? У людей большие сомнения. Они призывают властей края решить их проблему. Валентина Скирова, Данил Захаров. День с толком.